так шел тут через дорогу нормальный аппарат встретил жесткий тюнер всем привет друзья еду за залу пазлом почти вчера почти сделали сейчас подключим может и нет алло привет но где ты елки я тут шел пешком еле дошел ну пешком на попутку поймал правда повезло мне а так 5 5 часов 12 минут показывала да уже тут никого слышу все закрыто на замке нет какая пятница давай тут рядом с логовом прямо металлобаза можно на раму посмотреть сразу и трубу очень удобно кстати ну да сюда надо толстостенную ну а тут какие-то тонкие все или может они все они нужны незавершенно все тонкостенную может есть где-то еще а вот он да вот из такого у нас раму да и вот из этого из такого и будем делать получается двести двадцать три метр грубо говоря на старинный 809 до раньше таки было больше сейчас мало грубо говоря доллара 80 на раму всего-то нужно но залу пазл 2 резина кстати советская ну такое что-то тэшка луаза субару знаменитых сидений от лексуса там короче полный фарш все блин он как пуля прилетел где ты мы уже это на залу пазл 2 уже трубу вы на раму присмотрели ходили на базу я пешком шел ты же не видел онлайн мой как я пешком иду а тут ехал в человек и подвез вон я рюкзак взял что случайно ну шо от кисло не а пенин а он не очень не очень удачно лучше такой не брать не у да и ну не знают жалуются на него короче сейчас собираем быстро заводим и первый тест так полуось прикрутил стартер подключил датчики подключил сейчас опускаем генератор ставим сцепление регулируем торжественный старт уже есть какая-то красная лента что макс перерезал он же видел как одет сегодня по торжественный пуск как удобно с этой штучкой да все нет с открытым этим так стартерный где-то плюс потерялся можно поднять снизу слышу вот это шелось но это тонкий это на этот на это на и на даче какой-то или на клапан а датчик давления масла и датчик мог так пробуем не она елки разбирать быстрее нашли цифры жгут так она же блин я чтоб не мотор не это понял потерялся чуешь блин таки же меня пропаду маленький да скажи осев ты баши плюсовый блин приколучилась еще батюшки спасибо все цветов все плюсовый на за артерище подожди так генера ну а старте работе я вот сейчас контрольку пикнуть и проверить а ну давай так есть да нашел нашло и жгут потеря а шо вот то запасной да какой-то снять и лючок из-за вас тоже уже заведем бензин качать а на клапан еще холостого и же так бензин пошел датчик же еще где-то один один датчик я делал не датчик один я отдел температура еще давление масло ли наоборот какой-то отдел какой-то не отдел ну значит и может быть на температуру на температуру так первый запуск залупа глаза надо натянуть ремень а так подсос не не подсос вытянут а ну заведи руслан часы все все это вообще макс выставь заднюю панельку и снимал не не я не смогу смотрите сколько радости у руслана это уже не надо то масло завелся да или как лошары по асфальту не через танков мы как раз на резине грязевой на шерпах а шо с ремнем надо его натянуть запорожцы там есть ремни у нас до запорожцы там времени все продолжение следует подожди подожди номера закрепить социальное прикрепление номеров где-то ты хотя бы подключи этот кросс хотя бы а там блин там не попало на это можно смотреть вечно как руслан как руслан ремонтирует залупас подожди все я понял я понял устройство ура макс только надо это открывание капота сделать тут же ж табличка скажут мы эти ну да вывезли а на верху золотом есть слышишь остались запчасти лишние смотри ну да то что дай как 6 2 4 6 8 штук а ну как раз ну не лишних что-то много да не будет лишних а вот вверху еще 10 штук не 12 а вот вверху еще еще так еще не хватит anov ищет ступил этот счастливый день блин как заработало на водах да с любовью она собрана да каждый болтик каждый каждая любовь сурово потом Миши, Боди, Димы, Андрея. Каждый любил по-своему эту машину, Алес, да. А это всё я виной, да? Тянули, мы ехали. Своим ходом мы приехали. А, это луаза вытянули. Это было жёстко. Не-не, меня не было. Санин, суровый младший. Это жёстко. Макс, слышишь, а я думал, надо было вставить сначала или нет? Сейчас я вставлю. Макс тоже приложил руку. Ты как депутат сегодня одет, слышишь, летом. Ты как депутат летом. Алес вроде как нормально сегодня одет. Как обычный человек, да? Обычная рабочая автомобиль. Так, всё, заднюю панель ставим. Что там, не хватает ещё, правильно сказал. Всё, всё подключили, залили антифризик. Ждём рабочей температуры. Ну и можно ехать на тест-драйв. Так, ну генератор не работает. Или генератор, или где-то провод какой-то. Так, финишная прямая. Специалисты не прокачают. Посмотри, вот эта жёсткость. Ну видишь, как машина продумана. Специально, чтобы канистра пролазила. И голова человека. Между рамой и кузовом. Между рамой и кузовом, да. В случае. Как долго это было. Хотя можно было сразу колысью затянуть. Полгода назад. Да. Ну мы же думали, сделаем залу пазл два. В смысле, залу пазл один перестройка. А теперь будет просто залу пазл два. Один остаётся. Мы не оставим его никогда без колёс. Надо это. Стой. А сразу мы его точно переделали? Да. Хорошо, что постоял. Мысли вернулись правильные. Так. Зарядки только нет. Зарядки, зарядки. Шоколадку купим. Шоколадку купим. Купим завтра, поменяем. Плаву, скажу. Продлятым. Продвезы вроде. Походу эмульсия была, она там застыла. Да. В состоянии, в котором она была. Залив масло в бортовики. Ну, колёса-то что сняли, это неудобно. Хочешь в дырочку подглядывать, поснимать? Хе-хе-хе. Если я разомлю высадку, то ты будешь виноват. Да. Без масла тяжело, да? Им ездить. Ну, понятно. Так, друзья. Ну, что. Такое небо красивое. Всё. Задние редуктора одолили. Впереди есть. Зарядки только нет. Единственное, что нам мешает сегодня полноценно сделать тест. Сейчас будем ехать тестировать. В общем, друзья. Всё. Доливаем антифриз. Качаем колёса. Не забыл, куда задняя включается. Такой опыт не пропьёшь. Есть тормоза? Есть. А ну, поедите? Есть. На бошадь. Зарядки только нету. Зарядка? Это шоколадка. Это просто бомба. Всё. Танковая нас ждёт. Там Витя уже, наверное, собрался. УАЗ же на БТР приехал. Ты видел? Да, да. Скоро поедем. Давай Луаза-Субару. Вторая команда в сборе. Да. Всем привет ещё раз, друзья. Наступил новый день. Болит на месте. Подогнали мне тут супер предложение. Смотрите. Реле 21 века. Не знаю. Как-то оно тут всё так непонятно выглядит. Но говорят, что хорошо работает. Сейчас мы его поставим быстро и посмотрим, появилась ли зарядка. Аккумулятор новый есть. Сейчас будет оживление очередное. Вчера приехали с Максом. Я говорю, капот на такой высоте. Она говорит, так ты как на двухсотке едешь. Сейчас покажу капот. Получается по грудь мне. При росте метр восемьдесят. Ну вот слева старая, справа новая. Не знаю, как она сюда сейчас. Померяем. Ну да, так по болтам похоже попадает. Теми же двумя болтиками закручивается. Всё поменялось. Аккумулятор поменяли. Сейчас попробуем зарядку. Не уверен я, что это реле. Мне кажется, что может быть и оно. Не реле. Что, заскочу к суровым по-быстрому. Может они что-то покажут, найдут. Соседи в шоке. Собаки лают. Зарядки нет. Что-то у меня было предположение, что это не реле. Потому что до этого работало. До снятия мотора. Где-то может какой-то провод всё-таки. Просто форт остановился, чтобы меня выпустить. Включил телефон. Лайки ставят пешеходы, водители все, короче. Безостановочно просто. Михалыч уже молитву читает. Да, Михалыч? Ну что, страшно даже подходить близко, да? Такой специфический смех вызывают машины. Владичек, снимай маску, не бойся. Она не заразная. Хотя непонятно. Так, всё, новую поставили. Тест-драйв. Должен быть плюс. Посмотрел электрик на не так, как в генераторах более новых. Должен, говорит, вот здесь быть плюс. Тогда зарядка есть. Перемкнул напрямую и появляется. На четвёртый, наверное, спидометр не подключен. Но, наверное, километров с тридцати. Вот сейчас я на четвёртой еду. То есть по поводу слабого мотора многие переживают. Хватает мотора. В тяжёлом оффроуде не хватает понижения. Поменяем колёса на меньшее. Как раз будет всего хватать. Они уже будут и меньше в диаметре. Будет отлично. Ну вот она, родная танковая, друзья. Сейчас без зарядки по танковой не поедем. Четвёртая, третья. Да не, ну без зарядки, куда я на танковую поеду? Давай сейчас починим и я буду тебя катать. Я буду катать тебя всё время. Включено, я включил, знал же, что ты придёшь. Это лампочка есть вообще? Да, генератор этот. Это слева? Да. Это на 8 умножить у нас. Ну сложная конструкция, Саня? Угу. Ну как? Как-то там идёт куда-то. Что-то где-то ещё должно стоять. Так, ну, мотор сняли, одели и где-то что-то потеряли. Нету ничего. Вот так зарядка сейчас будет, да? Ну по идее. Вот она, вот всё видишь, вот лампа контрольная работает. Сейчас ты заведёшь, она потухнет и зарядка будет. А ну подожди. Ну а теперь одень фишку. Одень. Вот одень, я тебе покажу. Одень фишку. Одеваешь фишку, замокаешь вот так, напрямую. И там в секунду это зарядка появляется. Другие обороты стоят, слышно, что заряжается. О, видел, потухла лампа. Появилась зарядка. Но это неправильно. Как неправильно? Ну неправильно я понял. Я же поэтому к тебе и приехал. Что-то должно быть в любой машине с москвича. С москвича. Ну это надёжные, блин, ёлки. Ну что-то должно быть в любой машине с москвича. Смотри. Вольцвагина бачок. Радиатор. Моторчик. С бэхи сиденья. Ну с москвича что-то должно быть, правильно? Здесь с жигулей фильтр. Черепаха 41-го. Слышишь нас? А, перемкнул, да, появилась. И лампочка потухла. А подожди, заглушите. Она не будет гореть. Не будет гореть. Интересно, здесь плюс постоянно или нет? Сейчас типа есть, оно заглушит. Дай сюда пред. Пошёл. Не будет лампочки, но будет зарядка. Предохранитель просто? Там появились. Подожди, а контрольную вот эту тогда можно сделать, да? Ты не сделаешь этой. Ну вот у тебя же контрольная щисть. Она неправильно показывает. А, она не будет правильно, я понял. Ну, спишь, заслевание, она в 6 раз, она выдала тебе. А, она постоянно. Плюс приходит, да? Да. Ну, зарядка, конечно. Хочи тестер взять? Не могу понять, как оно работало, короче. Напишите, кто знает. Какое-то чудеса какие-то, короче. Не, ну всё по-простому, в принципе. Плюс, плюс подаётся на генератор. И зарядка есть. Будет он так и, извиняя, будет так и работать. Ну вот и на холостом 13,8. Как и должно быть, да? И вот она тебе держит, конечно. Всё чётко. Ты что, блин? Что? Береги машину. Все её хотят сжечь. Ну, не все, но многие. Кто многие? Отец Павло говорит, давай её сожжём. Конечные результаты. Что вообще? Как в оригинале. А лампочку же надо спрятать, да? Мало ли вдруг захочу включить. Пусть в бардачке светит. Всё, восстановил. А ну, заводи, померяем зарядку, контрольный замер. А где его взять? Потому что не на «Марин Музик»? Нет. Не придумывай. Мало как-то, да? А где я прыгаю тут стою? Нормально. Если я звоню, что мы берём. Тоже, смотрите, реле новое. Такое на соплях, конечно, для наших купаний. У меня предчувствие, что... Опа. А, надолго не хватит, да? Реле. Так что намажь? Тут вход сбоку, всё равно вода попадёт. Всё, я пошёл. Спасибо, друг. Спас. Слышишь? Может, УАЗ быстро починим? Я тоже думала нет. Не хочешь погонять? Погонять. Давай до завтра. Сегодня починим, завтра погоняем. Не хочет. Так, ну всё. Вопрос решён радикально. Лампа снята. А что её снять? Надо на место её вставить. В принципе, зарядку несложно контролировать. Есть зарядная, автомобильная. В нём показывает вольтаж. Машина готова к старту. Поедем вам это всё показывать. И это, и не только это, там, контента. Просто не успеваю... Не успеваю делать. Всем спасибо. Подписывайтесь, делитесь. Дождь пошёл, как обычно. Красота. Завтра будет оффроуд.